чтобы они с пламятами не ходили, а шли просто во второй рейд у нас, который будет в гильде. Тут просто заключается вся проблема со твоей стороны. Ты считаешь, что люди будут лутать левое ЕП. Значит, надо с этим ЕП что-то придумать, чтобы было честно. Вот и всё. Вот это моя мысль. Ну так смотри, мы по поводу этого, я же предложил два рейда водить, как он и хотел. Пусть идёт, ведёт рейд. Вторая группа пойдёт, будет получать ЕП. Андрюх, теоретически можно попробовать сделать, что во втором рейде лутают только те, кто не ходил в первый рейд. Но тогда замена в первом рейде не имеет никакого смысла, что замена тоже полутая. Смотри, я, Вань, понимаю, во-первых, здесь мейн, то есть вот эта хуйня у нас. Люди всё равно лутают, первый, кто будет мейн. Окей. Второй есть момент, короче, касаемый ZP. Я вот не знаю, тыкаешь задроты, но за счёт этих задротов некоторые люди, короче, могут одеваться за постоянный игрокол, из-за которых люди вывозят рейды. Ну, это и есть плюс, типа, рейды. Есть слабые рейды, есть, которые не могут долго играть, есть, которые могут долго играть и, блядь, сильные играть, условно. И люди, которые тратят больше времени, условно, ты, там, не говорю, как нас, в какой-то гильде он идёт фармить баночки. Пошёл нафармил банки, золото, ещё что-то, дал ГБ, ему дали ЕП, потому что он потратил своё время на гильдию, то бишь. Я не вижу, ну, типа, не вижу проблемы, чтобы люди лутали ЕП за то, что они тратят своё время на гильдию. Ну, это лично моё мнение. Просто это надо ЕП, я ещё уточню, это ЕП, вот там баня предложит сейчас, либо кто-то ещё что-то предложит. Надо просто сделать, чтобы оно распределялось правильно и всё было честно. Типа, вот ему лично. Так хорошо, так хорошо, почему Войда не устраивает мы, говорит, пусть везёт второй рейд, ёбана, ну пусть идёт и получит ЕП. Давай, смотри, стой, 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 можно один сразу ответ? Давай для начала ты будешь короче всё рассказывать, а то вот ты уходишь всегда и это, блядь, вода нахер не нужна никому. Ты просто скажи конкретно, что ты хочешь предложить и конкретно ответь на твой вопрос. Ты тратишь зря времен. Вот давай, ну вот два рейда, ну так я тебе предложил вариант с двумя рейдами. Ты берёшь людей. Нет. Вот и ты и веди второй, ну так я же тебе предложил вариант, веди второй рейд. Ну нахера мне твоих два персонажа, начнём с этого. С этого. Ну. Да. Ну в принципе да, потому что двух персонажей нормальных не может быть. В моём понимании потому. Всегда будет один из товарищей. Да нет, это нас на ютубе. Пойди, короче, стой. Пойди, Бойт и, Саш, стой, 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 стой. Я вас прибью, короче, потому что, ну, чтобы вы, блядь, не поссорились. Во-первых, Бойт хочет подсобить. Стань, и ты хочешь сделать лучше. Просто не ссорьтесь. Найдите точку. Так я ж не ссорюсь. Либо, короче, нихуя не меняем, либо просто найдите компромисс. Ну, не надо вот сейчас на тонах прийти. Вот реально он хочет подсобить? Об entendeu Mr Care DLC или что ... Вот нет, Саша? Его — он будет бывать. Смотри, это будет выгодно ему. Он будет ходить двух персонажей одевать, это первый момент. Второй момент, ээээ Он будет получать больше ИП. Он будет ходить двух персонаж навесу, и будет больше ИП у него. О, есть? Вы можете цель к ней в суду? Понимаю, сколько 였 день. Яgraduate не в суду. Я слову. Этому не выгодно. Он может себе одеть персонажа, полять по типу ОВС я собрать, volatile raid или себе, извл waar? Ты не с той стороны на эту хуйню смотришь, он без обид. Он реально хочет подсобить езде и просто взять время, укоротить всех рейдов, подсобить тебе, лично тебе, упростить задачу, девать людей. Так я же предложил вариант для этого, вот он идёт вместе с нами в это же время. Не может в это время, поставим он на другое, ЕП он получит людей, которые с первого рейда. И всё будет по-честному. Продолжение следует... Хорошо, будем по очереди, будешь ты в тот рейдерс, ты так хочешь, а я пойду потом наоборот в тот рейдерс. Вот и будет. Так зачем мне два персонажа в твоей гильдии? Ты с двумя персонажами не можешь играть в одном рейде. Вот именно, ну так иди играй тогда в другом рейде с двух вторым персонажем. Ну так смысла мне вот этого. Да. Ну так я тебе ещё раз повторяю, ну вот твинки, смысл вот этих твинков. У человека есть один персонаж, он не может... Блядь, при чём здесь думаешь? Я тебе по факту говорю, ты не можешь двумя персонажами сразу играть. В одном рейде, вот мы допустим идём. Ну так ты сейчас это... Блядь, а так нахуя нам второй персонаж? Ты сейчас объясни. Зачем? Сань, тут в такой моменте, что если ты... Ты вообще не понимаешь, о чём я тебе говорю. Смотри, ты можешь... Смотри, допустим... Да, подожди, Ваня, дай я так говорю, пока мысли не потерял. Вот допустим, у нас есть 40 человек. Вот 40 человек, и наша задача, допустим, одеть 40 этих человек, а не надеть наших твинков. Вот хочешь сводить дополнительно 15 человек? Дай эту коза. Вот своди этих 15 человек и надей денег, а не своих твинков. Да. Ну, хорошо, я свожу, который мы... Так я так этим и занимаюсь. Если я иду своим твинком, я вообще шмотки не утаю. В самую последнюю очередь, утаю. Да мне без разницы, я не слежу, кто там что утает. Ну, твоё право, твоё право утать. Я же тебе предложил вариант со вторым рейдом. В чём проблема заключается? Да, мне без разницы. Короче, вы идёте, идёте, пролей на первом рейду десятку, второй рейд идёт просто, блядь, как с пугами. На фулл роли. Ну, вот это второй рейд, который я хотел... Ты либо пойдёшь с гильдией, блядь, ты либо пойдёшь с гильдией на фулл роли без ЕП, либо пойдёшь без гильдии, потом на фулл роли тоже без ЕП. Какая-то разница. Выходи, блядь, ещё раз. Для тех, кто в танке. Первый день идёт 25-ка с ЕП, с фулл ЕП. Параллельно 25-ке идёт десятка, зооманы или каражаны. В следующий день выбирай, когда хочешь, и иди просто на фулл роли с гильдией. Чтобы люди, которые не повесили АКД, полутали хоть какой-то шмот. Ну, был шанс полутать хотя бы. Я не знаю, анроли там ДС, ещё что-нибудь себе анроли, если хочешь, но просто, чтобы шмот лутать. Ну, всё. Ух ты, ещё и ходи. Предовершена. А кто ты хочешь? Да. Причём здесь это? Я тебе вариант какой предложил? Хочешь, ты веди первый вариант, и я попаду со второй. Меня на шмотки и насрать, на самом деле. Мне важен только прогресс гильдии. Ты просто не понимаешь, что я тебе говорю. Я тебе говорю, что у тебя 10 персонажей. А где ты? Я вас столкнул, типа. Я вас столкнул, это всё хуйня, короче. Типа, то, что было задумано, короче, то бишь, зацепить больше людей, нихуя не получится. На этом точка. Типа, сами своё кардинальное мнение, короче, я скажу честно, я с твоим сами не согласен, но оспаривать не буду, потому что это, типа, твоё решение, типа, ты сейчас ведёшь гильдию и не буду всё ссорить. Это было предложение. На этом точке поставлю всё. Короче, давайте не будем разогвольствовать и ссориться. Всё. Не нашли точек своих прикосновений вот этой цифонии, не надо ссориться. Просто оставим, как есть. Смотри, подожди. Не, это уже переходит на личности, Саш, не надо, не надо. Всё. Переходите на какие-то личности. Просто оставим, как есть. Хорошо, давай просто... Ну, говори. Причём здесь Войда, лбуёб, что ты несёшь? Я тебе говорю. Ой, боже. Брать, что вы несёте, Сергей Глазов? Я тебе говорю, да? Просто не смотри. Ладно, не ссоримся. В смысле, что у меня в говнете? Ещё раз говорю просто. Вот, я че видно. Бля, да войдёт. Люди, давайте так. Короче, не хотите? Пошли Войда вдвоём тогда туда, если они перебивают. Да, в любой. Да идите в бункер, а? Какая-то разница, вот какая разница, в области, какая разница, сколько я лет играю? Ну, сколько ты играл? Ну, играл в общей сумме года два. Нет, не считаю, что я раньше, там, допустим... Сейчас какое-то имеет очень значение. Можешь считать как угодно. Били там пленки, ну и что это меняет? Ну, почему мне не нравится с тобой разговаривать? Почему ты вот сейчас говоришь? Давай я сейчас поконкретнее. Собирай в отдельный день, но ты за это получать не будешь. Ну, так там же всё, проблема в ЕП была, я с тобой про ЕП говорю. Можешь собирать все деньги? Ну, всё, собираешь. Не хочешь, собирай. Проблемы-то, где у тебя? В основном, да. В смысле, ты читал вообще, что там написано? Предложение. Ну, в Фуде, предложение. Ну, да, там вы сами видите. Я тебе мешаю, собирай. Я ж не против. Ну, так ходить, это у меня нет проблем. Просто... Вот смотри, ты опять входишь в конкретику, в конкретику. Смотри, как это можно... Подожди, его перебью, извиняюсь, потому что вот меня максимально бесит, когда так рассказывают. Как ты мог сказать конкретно? Вся проблема, что лично мне не нравится, что люди на задуме. Долго проходим рейт. То, что можно было сказать? Я понимаю. Ну, хорошо. Ну, всё. Ну, вот. Ну, всё. Если тебе предложил какой вариант, то можно ходить, два рейда в одно время собирать. Также с пугами. Ну, вот, с этого и начнём. Значит, ты всё-таки не хочешь людей одевать. Потому что я не против так сделать. Ну, то есть я не против даже меняться с тобой местами. Стоп, не надо. Мне надо... Смотри, какая ты спросил, какая у меня основная цель? У меня основная цель – одеть людей, чтобы мы проходили максимальное количество контента. Для этой цели я готов пожертвовать частично своим временем. Пожертвовать то, что я не получил какие-то шмотки. Пожертвовать, что я не пройду на фул. И про не пройдущики больше людей одеть. Вот я тебе ответил на твой вопрос. Я ответил из твоего стой, из твоего стой, я тебя не перебивал. Из твоего рассказа я понял, что ты это не готов делать. Вот и всё. Смотри. Такой еще момент учти, что людям, чтобы получить ИП, во-первых, нужно прийти вначале на основной рейд. А потом еще те, кто не пришел, они еще раз должны прийти к тебе на рейд. То есть автоматически людям нужно в два раза больше времени затратить. И не по факту это ничего не поменяет. То есть ничего. То же самое, что люди останутся на замене по времени, все тоже самое для них. Я бы не сказал, что кто-то расстроится, но люди разные. Кто-то расстроится, кто-то не расстроится, но от человека зависит. Так я даже не рассказал, что я хотел точно предложить. Вот, я тебе предложил, мы идем, допустим, два рейда в одно время с тобой. Вначале, допустим, ты в основном, там я в основном. Да не важно, кто в основном. Я могу осень, если всегда быть у него в основном. Мне пофиг. Пока не вышел на флакон. Так, подожди. Этот момент. Потом, как выбираются люди в основной рейд? Наличие времени в первую очередь. И подходящее, ну то есть стопроцентное прохождение рейда. То есть, в первую очередь берутся люди, которые помогут пройти нам рейд. Да. А во второй рейд попадают, как бы, люди, во-первых, которых может времени где-то поменьше. Потом они тоже будут одеты, потому что у нас, в принципе, сейчас все одеты. И третий момент. У кого мало ИП, то есть кто-то шмотку точно не полутает из основного рейда. Вот. И добираются из этих людей в второй рейд, а остальное все с пугов добираются. Идется на сколько возможно. Там, допустим, убили 8 боссов, потом можно в какой-нибудь день, если будет желание, то есть допронисти этот рейд. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не говорил этого ни разу, но если бы оно подработало так, оно автоматически для большинства людей было бы так. То есть не факт, что ты даже сам это платил, это автоматически этим подразумевалось, потому что ты получал 150%. Типа 100% ты 150. Ну это не раненство под ни хрень другим людям. Продолжение следует... Это уже автоматически подразумевает, что нужно создавать второй статик. Смотри, когда людям, которые пойдут во второй рейд, нет смысла приходить на первый рейд. Поднимать, ну так вот, ну так... Это нужно туда второй статик делать. Ну, хочешь занимать... Ну, без разницы, Войт. Ты же, я тебе уже говорил, ты хочешь делать, но ты не должен играть в гильдии двумя персонажами. Ну, то есть, что это значит? То есть, ты выбирай от одного слова персонажа, кем ты играешь. Это твой основной персонаж. Вот будет выходить high-level content. High-level content. Ты не сможешь двумя персонажами в одно время играть. То есть, даже если ты перезавезешь на второго... Ну, так... А какой смысл тогда... Какой смысл тогда мне отдавать какие-то смотки твоему второму персонажу? Какой смысл так не понимает, что я с тобой говорю? Ну, так я тебе просто очевидные вещи говорю. Очевидные. Ты не понимаешь, что я хочу от себя. От себя. Что я хочу от себя. Ну, так понятно, что они очевидные. Но, видимо, ты не до конца все равно понимаешь, что я не об этом веду. Я сказал такое. Я сказал, что ты не сможешь играть одновременно двумя персонажами. Поэтому мы одеваем все парно. Ну, так это понятно, что факт. Но, так вот, из-за этого и пляши, что нужно... Хорошо. Короче, я ни хера не понимаю экспрессию. Давай попробую по-другому объяснить, раз ты не понимаешь, что я от тебя хочу. Смотри, кто в твоем понятии приоритетнее? Забрать себе какую-то смотку или отдать ее какому-нибудь любому другому человеку на второго персонажа? Тебе забрать на второго персонажа какую-то смотку или отдать любому другому человеку? Что приоритетнее? Парол. Вот, видишь, с этого все и начинается. Для меня приоритетнее отдать другому человеку. Чем отдать твоему другому персонажу. Я не ролю ничего. Я всегда, когда иду в какой-то второй рейд, я забираю себе смотки, только если даже на успех человеку не надо. Ну, во-первых, это было без меня. Это первый момент. Я бы сразу тебе отдал. У меня она еще лежит. Если это твой приз, то, конечно, я пошла тебе прямо сейчас отдам. Наверное, нет. Время осталось. Это не совсем связано. Это вообще абсолютно не с этим связано. Это связано с тем, что я тебе уже объяснил. Вот то, что я тебе сказал, и то, что ты так и не понял. Но ты не можешь в одно время играть двумя персонажами. Не можешь. То есть профитнее сделать другого персонажа сильнее, чем усилить твоего твинка. Вот тебе другими словами. Не могут они быть все прям одинаково сильными. Кто-то будет сильнее, кто-то будет слабее в любом случае. Потому что есть такое понятие, как приоритетность. Ничто не знаю. По-любому будет так. Это не контент. Это контент для детей. Дальше пойдет контент. Я тебе еще раз говорю. Там уже нужно будет требоваться от персонажей максимально силы, чтобы проходить какой-то контент. Если ты играл дальше, то там нужны персонажи уже одеты. И одеты по максимуму. Даже целый раз сейчас выйдет. Ну так вот я тебе к чему это скажу. Я это говорю. Так я тебе о чем и говорю. Что для меня я тебе уже сказал. Почему я тебе говорю по десять раз, что мне не важно сколько у тебя персонажей. Для тебя есть один мей, ты не можешь играть. Ничего себе это десятый раз повторяю. Я тебе уже по-другому объясняю. Поддать какую-то шмотку другому человеку на мейн персонаж для меня приоритетнее, чем отдать твоему твинку. Вот тебе ответ. И моему твинку. Смотри. Я теперь смотрю с другой точки зрения. Скоро уже выйдет СЛК ХМ. СЛК ХМ так просто не пройдется. Для того, чтобы нам его пройти, нам нужно усилить наших основных персонажей. Основных. Именно основных. Не твинов. Основных. Еще раз повторю. Потому что ты не сможешь с двумя персонажами играть в одно время. Для этого нужно усилить основных персонажей. Для чего? Для того, чтобы по максимуму пройти СЛК ХМ. Такой ответ тебя устраивает? Да. Вот ты опять не понимаешь, кто я тебе говорил. Я говорю, что ты не играешь. Я тебе говорю, и ты не сможешь играть в одном рейде нормально с двумя персонажами сразу. Поэтому. Я тебе еще раз повторяю. Хорошо. Ставь на другое условие. Если ты пойдешь с тринком, ты готов мне лутать их мод и отдавать людям на мейн персонажей их мод? Ну а второй. Это твой твин, потому что. Да. Ну вот уже с этого началось. То есть, если там будет мейн персонаж, ты готов к мейн персонажа человека ставить приоритет? Это твинг. Вот сейчас опять. Вот я тебе сказал, и как будто в стену сказал. Я тебе еще раз повторяю. Если человека будет мейн, ты готов ставить приоритет этого человека? Ну так это твинг, блин. Ну ты опять. Вот смотри, как с тобой после этого разговаривать? Я тебе еще раз говорю про мейн персонажей. Ну. Да мне обязательно сколько у него персов. По факту у нас в гильдии он все выполняет, все выполняет. Он играет одним персонажем, он выступает с мотки другим. Он выступает. Что он все требования выполняет, которые я от него хочу? Ты сейчас понял, что я сказал? И мне еще раз объяснить. Стои. Ты, короче, на ДЦАТВИКе ходил с нами, когда я крестом ходил. Ой. Да, да, да. А, ну ты какая-то палка, это тоже, ну и меня клин. Я бы, если бы пристом-то, я бы сейчас зашел бы, палку отдал бы. Что заходи на пару, или не знаю там до кого, мы тут будем собирать. Бля, ну ты опять не понял меня. Ты опять меня не понял. Ну, скажем так, это же... Бля, так никто же не прочитал. Ты против. Ходи, ё-моё. Ну, просто смотри. Ты сам кто сказал? Ты хочешь разгрузить людей. Подожди. Подожди. Ты хочешь разгрузить людей. Так я тебе говорю, что единственный вариант разгрузить людей, это не может. Два варианта есть. Ты собираешься к второй статик, чтобы люди не приходили на первый рейд, некоторые люди. То есть, освободить им деньги. По факту. Они не получали за этот деньги. Это будет второй статик. Тогда ты не приходишь на первый статик. Ты будешь основным релом? Я тебе все сколь дам, тебе права будет. То, что хотеть. Твое право. Хочешь какие-то правила изменить. Это первый статик. Подожди. Я не дотворился. Этот. И второй вариант. Второй вариант. Собачь, как я и сказал, два рейда. Почему? Потому что если так в одно время. Если так не делать, то по факту ничего не меняется. Почему ничего не меняется? Потому что людям в любом случае, чтобы получить ЕП, нужно прийти в этот день. В первый день. И потом, те, кто не попал еще, прийти на второй рейд. То есть, для них ничего не поменяется. Только увеличится количество времени, которое они должны провести в игре. Скажите, понял? Давай. И вообще идеальный вариант. Ну, я не против такого. Смотри. Мне без разницы. Хочешь, ты делай второй рейд. Хочешь, ты делай второй статик. Мне это абсолютно так. Я тебе помогу, если надо. То есть, я понял, что ты не хочешь. Я просто говорю, если ты захочешь, я же говорю, не против этого. И помогу тебе всем, чем смогу. Но... Ты меня просто ни хера не понял. Я не отвергаю в том-то и дело. Я тебе просто объясняю, что людям, людям нужно будет два раза прийти, понимаешь это, чтобы получить ЕП. Ты вот это сейчас слушаешь, а людям нужно будет прийти два раза, чтобы получить ЕП. Людям нужно будет прийти два раза, чтобы получить ЕП. А так, им нужно прийти один раз. Для того, чтобы сделать один раз, нужно сделать либо второй статик, либо вести в одно время. Еще мне неправ, поправ теперь. Но... Смотри, подожди, из-за чего мы вообще эту тему открыли? Ты опять уходишь, ты опять уходишь в какие-то дебри. Вы открыли эту тему для чего? Чтобы разгрузить количество людей. Сейчас еще раз послушай внимательно. Вот, чтобы убрать замену. Ну, разгрузить количество людей, я по-другому другими своим скажу. Хорошо, давай, если так тебе понятнее будет, убрать замену. Чтобы убрать замену. Вариант один. Как мы можем это убрать, чтобы все были остались довольны? Еще раз повторяю. Либо сделать два рейта в одно время, чтобы убрать этот момент. Либо сделать второй статик. Ну и, знаете, в других ситуациях, человеку нужно будет прийти два раза. Ты это еще раз запомни. Два раза. Даже если он не хочет. Ему нужно будет прийти два раза, чтобы получить ИП. Теперь понял суть или нет? Ну, ты придешь. Ты такой человек. Ну, ты готов столько времени отдавать игре, скажем так. Ты готов и скажем так. За это я тебя по-своему и ценю. Серьезно. Вот честно. Так бы мы с тобой там где-то не ссорились, но по-своему я тебя очень ценю. Но я тебе еще раз говорю. Изначальная цель, которую вы хотели сделать, вы хотели разгрузить количество людей. Это не получится сделать так, как ты хочешь. Без ИП. Потому что, во-первых, то ли к тебе никто не придет, это первый момент. Либо, опять же, все 40 человек придут на первый рейд и тоже просидят все время. Им придется просидеть все время, чтобы получить ИП. Я этого тоже никогда не говорил. Это раз. Это просто... Это свое право. Я же не против. Пожалуйста. Что-то и дело, что я хотел бы поменять, но просто нужно поменять это, чтобы было грамотно для всех. Как это можно сделать? Первый вариант... Точнее, два варианта, которых я предложил, тебе не особо понравится. Теперь третий вариант, который мы с вами и отпуждали. Как это можно провернуть? Раз в неделю, вот допустим, вы ходите своей десяткой во время того, когда мы идем в двадцать пятку. На следующей неделе я иду в десятку. И вот, будут все люди задействованы. Почему? Вы идите в основной рейд, а я пойду туда, а потом в следующей неделе ты пойдешь в десятку. Есть люди хорошо одеты, у нас есть люди хорошо одеты, у нас есть 40 плюс людей хорошо одеты. Смотри, мы уже с тобой только что это сказали, обсудили. Вот, видишь, просто все упирается в то, что ты рассматриваешь только себя. Вот и все. Вот я уже это изначально сказал. Ну, я через это не сужу, это твое право. Вот ты только за себе по факту без опозки будешь... Это вот какое-то дело, подожди. Сейчас... Да, вот я хотел что делать по факту. Надеть людей по максимуму до сложного контента. Вот выйдет сложный контент, когда мы начнем только его осваивать, чтобы у нас были люди одеты. И мы могли выбрать количество людей, которые нам нужны. То есть мы взяли всех самых топочков, пошли и закрыли первый раз. Потом уже тоже с принципом замен там, кого-то еще другого пододели. Ну, и по факту так. И вот этот принцип, кто-то в десятку ходит, кто-то в двадцать пятку, использовался бы только до момента, когда... Заходи на павла своего, идем этот... Да, 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 да. Блин, сбился в смысле. Сейчас я говорил. А, да, да, да. По факту, этот контент он достаточно простой. Тут можно долго, скажем так, вот так вот делать. Выходит CLK 25HM. Мы вот эту херню прекращаем. Типа в одно время десятка идет, вторая двадцать пятка. Выбираем самых сильных, идем в двадцать пятку. Остальные, назойму и не себя. Так же. То есть... Ты идешь, допустим, в рейд в двадцать пятку. Я иду там с какой-то пачкой в десятку. Ты там, допустим, тратишь ИП, потом у тебя ИП меньше стало, ты идешь в десятку. Ну, там, с каким-то количеством людей с вами, там, с Андреем, допустим. И проходите десятку, дайте две печеньки. А я за это время одеваю в двадцать пятку какого-то людей. Ты даже не факт, что КД получишь на двадцать пятку, а потом можешь под своим пристом во второй рейд собрать. И мы в этом факту не теряем время. И вы убираете тот момент с заменами. То есть вы снова хотели изначально выбрать в момент с заменами. То есть мы с этого пляж. Ну вот мы от этого уходим. Этим способом. И все люди одеваются в этот момент. Не при зеле. Будет. Просто нужно предложить. Какая мотивация предложить? Дополнительные печеньки ИП не только получают за двадцать пятку. То есть те, кто идут на десятку, они получают так за ИП, как за двадцать пятку. А, ты плеснул, да? Это ты, Войт Лайд? Вот. Нет, просто по факту вы предложили хороший вариант. Просто вам нужно доработать. Я уже объяснил, почему доработал. Потому что не получите это так и не делать. Сейчас постараюсь, чтобы более понятно не было. Объяснить. Не получите. Какого твинка это не основной посыл, который я тебе говорю. Основной посыл. Опять напомню. Из-за чего вы это все затеяли? По факту же все всех плюс-минус устраивал. Из-за чего вы это все затеяли? Потому что больше, чем число много людей. И вы хотите убрать людей взамен. Чтобы быстрее проходил САИНС. И люди не сидели на замене. Чтобы мы этих людей не меняли. Я еще раз говорю, как этот момент можно убрать? Люди приходят на РТ. Пришло, допустим, 40 человек. 30 человек остается в рейде с печью на замену. Допустим. 10 человек уходят в какую-нибудь кару ХМ. К примеру. Они получают ИП. Тоже получают ИП за двадцать пятку. То есть все, что проходит первый рейд в двадцать пятку, эти люди получают это ИП. То есть что они? Они не теряют время? Во-первых, не теряют время. Во-вторых, они получают ИП. Потом, если они захотят пойти в двадцать пятку, они пойдут с тобой в двадцать пятку с свинами твоими. Если они захотят, они получили ИП, прошли десятку. В случае понял, что я тебе сказал? Ты меня вообще не понимаешь. Абсолютно не понимаешь. Да я не против свинков. Да хоть всех возьми сюда свинков. Одевай их всех. Я тебе еще раз говорю. Мне приоритетнее одеть какого-то другого человека, чем одеть твоего свинка. А, потому что ты не сможешь зайти на двух персонажей в одно время. Эй, это еще раз. Послушай ты еще раз и пойми. Хочешь как ты говоришь? Меня интересует прохождение контента. Прохождение контента. И я захотел. И я захотел. Это замечательно. Но так смотри. А теперь посмотри с другой стороны. Если у кого-то был одет какой-нибудь персонаж, допустим, мейн персонаж, и у него был нутанк оффспеком, к примеру. Это было бы еще профитнее. То есть ты бы остался на своем основном персонаже, и тот человек просто спекнулся был в танк. Суд теперь уволил, и тебе... Ну... Ну так... Ну так вот я тебе про это и говорю, что мне приоритетнее даже оффспек идет, чем твоего вина. Я тебе это уже повторяю. Из-за чего? Из-за того, что ты не сможешь в одно время зайти на двух персонажей. Ты можешь только одним играть. Не будет соглашаться, он соглашается. Если не соглашается, получает пределение. Это... Скажем так. Кто не будет соглашаться, такое же отношение будет к гильдии. Не может это? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Ой. Ты сказал, основная задача пройти рейт. У меня тоже такая же основная задача. Чтобы это сделать, нужно одевать основных персонажей. Почему? Я уже объясню. Если еще раз надо объяснить, я еще раз объясню. Пожалуйста. Но только одевай, я ж не против. Я не против этого. Но ты смотри. Просто человек, который будет второй штамм собирать, тоже про него подумал. Можно будет прийти два раза, чтобы получить типа... Ну это фигня. С этим можно... Сочи... Ну ты не беспокоишься. Ну так ты... Ты смотри со своей точки зрения. Человек-то не факт сможет. Ладно, не суд. Этот... Что я хотел тебе основное сказать? В принципе, основное, что хотел сказать, сказал. Но... С этим если что-то что-нибудь придумаем. По поводу, если даже захочет человек ходить, там, вторым вейдом собирать член. Может быть, там, как-то авансом он будет даваться и так. Так это понятно. Так это понятно. Войт, я же не против. Ты можешь хоть сейчас поменять персонажа? Я только за... Войт, я же не против. Смотри, я почему тебе это только что сказал. Основная посылка, ты не можешь играть с двумя персонажами в одно время. Вот у нас будет какой-то раз. А я вообще 10 раз почему, потому что я привык объяснять людям про 10 раз. Почему? Потому что я работаю, в принципе, тренером. Люди не понимают с первого раза. И ты, вот, не знаю, до сих пор, возможно, не понял основной посыл, что я от тебя хочу. Как раз таки... Стой, подожди. Извини, пожалуйста. Ну ладно. Извини, что перебил. Не люблю перебивать, но перебил. Эээ... Вот из твоей риторики, которую ты говорил до этого, вообще было понятно, что ты так и не понял, что я от тебя хотел. И почему именно я так сказал? Спасибо. Спасибо. И вот смотри, вот. В принципе, да. Эээ... Стихно я это и имел ввиду. А теперь смотри, рассматриваем эту ситуацию под другим углом. Какой профит идти человеку, моим персонажем тогда с тобой, если он эту шмотку может забрать за ЭП? Это раз. Второй момент. Чтобы получить ЭП и получить шмотку, он должен прийти в начале в первый рейд, и потом прийти в второй. Это его первых не с каждым человеком сможет сделать. То есть он не попадет автоматически в первый рейд, и не попадет во второй. Ну, большая вероятность, если он у него сборит. Ну да. Ну, у него же так. Так, я ж не спорил. Круто. Вари. 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 Потому что вот с этого всё и начинается. Тебя интересует... Как ты сказал, о диване твоих... Просто меня интересует одевание людей везде-везде. Ну, да. Ну не первое, но скажем так, все, кто может попасть в следующий рейд, кто может принести пользу нам всем. Вот так будет правильнее сказать. Ну так... Так... Ну так вот и делай второй рейд, и все, не вопрос. Я ее не зарезал. Ну без ЕП, понятно без ЕП. Бля, ну вот мы опять пришли к тому заселоначали. Вот я спросил, ты понял, что я хотел от тебя? Ты сказал, да, я все понял? Нихера! Нет, ты смотри, ты сейчас начал... Подожди, ты сейчас начал про ЕП говорить. Ну тогда второй делай, второй рейд. Но он будет без ЕП по роллу тогда. Либо, пожалуйста, делай. Тогда, в принципе, справедливо. Либо такой мой... Ну хорошо, все, тогда вообще нет... Бля, ну ты пиздец просто мой, да... Я просто... Бля, ну ты сейчас... Ты сейчас либо прикалываешься, либо реально ни хера не понял, что мы сейчас сидели и 15 минут говорили. Вот просто и... Смотри, и что я говорю? У нас нет 50 людей. Как ты можешь делать два рейда по ЕП? Почему я не могу на второй рейд прийти? Почему я должен терять ЕП? Не-не-не, это не показ. Подожди, я не могу прийти на второй рейд. Почему я должен терять ЕП? Какого? Что мне здесь боишься? Да. Вариант, который ты предложил тогда, он подойдет только в том случае, если твой персонаж второй, заходя в основной рейд, в первый... Назовем рейд 1, рейд 2. Он тогда в первом рейде не будет получать шмотки. Если нужен, он будет. Да, то есть сам этот вариант придумал. Смотри. Как мы знаем, это был сложный. А если это было за источник, он вперед и я что-то еще грелый один. я просто показать опять не понял нихера и смотри допустим как ты сказал ты захочешь двух персонажей на двух персонажей получать ебэ ты хочешь на двух персонажей получать ебэ у приста отдельно допустим у дыка отдельно ну так вот смотри ты не можешь еще раз повторю свою основную мысль ты не можешь играть двумя персонажами в одно время сейчас ты скажешь я не знаю как вы все любите как ты бесишь бля ладно в пизду тебя честное слово я ты меня заебал уже у меня уже жена просто бомбит ты просто вообще не выглевать это просто вот это сейчас рассказываешь подожди нахуя ты это сейчас рассказываешь подожди стой нахер ты про тотально их рассказываешь это ты не понял до сих пор что я тебе говорю ты не можешь сразу двумя персонажами быть в рейде ты это блять можешь понять или нет не можешь ты это не понял до сих пор я не понял что я тебя хочу я тебе еще раз последний раз повторяю потому что ты уже задолбал ты не можешь в одно время находиться двумя персонажами соответственно буду простому по детски объяснять соответственно нет смысла не поделать двоих персонажей тебе в одно время почему потому что ты не можешь зайти ими двумя это что это значит будем мы собирать двадцать пятку целках и профитнее чтоб кто-то другой был одет чем одет ты вторым персонажем я просто нет сил с тобой разговаривать и пиздец тугаду